Привет, красотка! И сегодня я для тебя подготовила новогодний макияж. Самый волшебный праздник в году уже совсем скоро. И если ты еще не знаешь, какой макияж сделать, то, надеюсь, это видео тебе поможет. Или, может быть, просто вдохновит, и ты придумаешь свою идею. Я, на самом деле, его еще не тестировала на себе, но у меня как-то вот родилась такая идея. Помню, я была в Дубай-моле, мы ходили с Денисом, просто гуляли. И мне резко в туалете, извините за подробности, пришла идея, что я хочу сделать именно такой макияж. И вот сегодня я его сижу и воплощаю. Я надеюсь, вам нравится более-менее такая, знаете, уютненькая атмосфера на моем фоне. На самом деле, солнце очень бешеное, и вы видите вот эти вот пересветы сзади. Я боролась с ними как могла. Я, на самом деле, еще не выбрала наряд на Новый год. Абсолютно без понятия, в чем я буду. Поэтому я надела просто такой черный бельевой топ. Что по поводу прически, я не хочу ничего мудреного пробовать. У меня просто моя любимая бейбелис. И я сейчас за пару, за пару минут, хотела сказать, но нет. Минут за 10-15 быстренько себе накручу волны. Среди этим я пользуюсь термозащитой. И создам небольшой прикорневой объем. Будет вся моя прическа на Новый год. Но пока я буду делать себе кудри, я подготовлю макияж. Нет, подготовлю лицо к макияжу. И нанесу базу под макияж. У меня сегодня их даже будет две. Одна такая сияющая. Я ее нанесу вот на эту зону. На зону щек немножечко. И база, которая скрывает поры. И очень такая матирующая. Она у меня будет на Т-зоне. Потому что Новый год. Нужно, чтобы макияж продержался подольше. Бибибумер от Миша. Это такая подсвечивающая база. И любимый от Тони Молли праймер. Который уже... Ну нет, еще половинка у него есть. Очень хорошо затирает поры. И делает их незаметными. Сегодня у меня зеркалом будет служить. Да и не только зеркалом, но еще и помощником на одном из этапов. Персиковая палетка от Too Faced. Почему она персиковая? Потому что она пахнет. Персиком называется White Peach. Но пахнет она выше всех похвал. Самое главное, что потом эта косметика пахнет у тебя на лице. И вчера воспользовалась тенями из этой палетки. И пахла персиком. И также я подготовлю губы к нашему сегодняшнему стойкому макияжу. У меня это праймер от MAC. Можно использовать на самом деле любой бальзам. Чтобы губы не обалдели и немножечко получили ухода. Как раз у меня впиталась термозащита. Можно завиваться. Ну что, кудряшечки у меня готовы. Такие, знаете, немножечко небрежные. Я их еще вот так вот растрепашу. Можно так говорить. И будет для меня идеальная укладка. А мы начинаем. И начинаем мы с самого важного и самого главного акцента. Это наши глаза. Тон мы будем делать уже в конце. Потому что тени могут осыпаться, блески могут осыпаться. Это будет грязь. И сегодня я хочу сделать зеленую яркую стрелку. Тире омбре. Переходящую из светло-зеленого в изумрудный такой цвет. И чтобы она заканчивалась немножечко черным. Как я уже сказала, идея мне это пришла в Дубае. Когда мы гуляли по Дубаймолу. Надо надеть свои ушки. Они мне очень нравятся. Дубаймол это один из самых больших торговых центров вообще во всем мире. И я такая, так, нужно прямо сейчас искать лайнер зеленого цвета. И нашла не совсем лайнер. Ну как бы лайнер, но не такой, как я люблю. Не фломастером, как, например, вот у меня черная подводка есть. А как будто карандашиком. Но мне настолько понравились эти два цвета. Я их нашла в NYX. Что я подумала, что буду стараться сделать. Ровно, красиво. Потому что, конечно же, с помощью фломастеров это получается намного ровнее. Намного, знаете, графичнее. Но все в наших руках. Я вас к себе немного так приблизила. И начнем мы, конечно, не сразу же со стрелки. А вообще с базы под макияж. База под макияж у меня тоже от NYX. Чтобы ничего у нас не скаталось в течение дня и вечера. И ночи. И как подложку под наш макияж я буду использовать вот такой вот светлый оттенок. Просто на все подвижное веко. Выравниваем таким образом тон. Цвет нашего верхнего века. Скрываем всякие венки. Видите, как чистенько сразу становится. Далее немножечко углубим складочку века. Я это сделаю с помощью вот этого оттенка. Просто создадим естественную тень. Ну и в принципе можем начинать. Я начинаю со своего светло-зеленого оттенка. Начинаю прямо у внутреннего уголка глаза. И просто провожу вдоль роста ресниц. Примерно до середины века. Главное вот это межресничное пространство заполнить. Чтобы не было никаких некрасивых пустот. И стрелочку мы довольно-таки широко делаем. Видите, как я разошлась. Потому что все-таки Новый год. Стрелка должна быть заметной. И именно вот этот переход, чтобы был виден. Более темным зеленым я начинаю прорисовывать с середины века до конца. Кстати, мне консультант в NYX сказала, что они очень стойкие. Что долго держатся. Стрелочку не стесняемся. Делаем широкую. И уже кончик, самую острую графичную часть, мы будем прорисовывать лайнером. Простите, пожалуйста. И на самом деле одним из последних штрихов будет добавление блесток классических серебряных. И знаете, такую прям точку делаю у внутреннего уголка. Даже больше уходя на нижнее веко, подсвечивая его. Также подчеркну черным карандашом водную линию. И в принципе осталось только тушь, но нельзя судить макияж по одному глазу. Потому что у нас еще нет тона, нет бровей. Тесницы прямо не жалеем, густо красим. Потому что стрелка у нас довольно-таки объемная. И я перехожу ко второму глазу. Итак, мои глаза увеличились в два, наверное, раза. И пора делать что-то с нашим тоном, потому что все это выглядит немножечко небрежно, неаккуратно. Как раз-таки у меня что-то уже осыпалось. Я успела подобрать махнуть с кисточкой. Но если вы, например, используете в макияже какие-то крупные блестки, да или в принципе блестки, которые осыпаются. Такой замечательный лайфхак, чтобы не стряхивать вот так вот тысячу раз кисточкой с лица. И все равно вы до конца ничего не уберете. Можно взять скотч, обмотать его так немножечко на руку. Парочку раз буквально на руке его приклеить, отклеить, приклеить, отклеить. Чтобы не было больно лицу, когда вы прикладываете сразу же скотч, потому что он довольно-таки, знаете, такой резкий. И остаточками вот здесь вот пройтись, и скотч на себя заберет блестки. Я использую матовая кожа плюс невидимые поры от Maybelline. Но на самом деле я его смешиваю вместе с тональником от Nuba. Потому что я немножечко загорела в Дубае. И мой тон сейчас не такой светлый. Я наношу тональное средство спонжем. Набираю сначала с руки и покрываю все лицо. Брови, как вы понимаете, мы будем делать вообще в самую последнюю очередь. Переходим, конечно же, на шею. Особенно в такие вот праздничные макияжи, когда у вас открытое платье. Это очень заметно, если кожа разного цвета. Так что шея, уши не забываем. Так, сейчас мы с вами будем детально прорабатывать область вокруг глаз и, в принципе, Т-зону консилера. У меня каких-то явных прям супер проблем нету. Но чтобы почище сделать эту область, немного ее подсветить, я вот такими точечками нанесла консилер и растушую. Отлично. Мы теперь переходим к пудре. Я немножечко все-таки припудрю свое лицо, потому что блестеть можно, но лучше от хайлайтера. У меня это рассыпчатая пудра, также от Т-фейс. Наношу буквально на Т-зону. И в течение дня и ночи можно подправлять макияж матирующими салфетками и абсорбировать лишний жир. Чтобы не наносить пудру на пудру на пудру постоянно, потому что кожа будет жирниться, а именно убирать лишний жир матирующими салфетками. Контуринг здесь у нас будет и будет такой хороший четкий контуринг. А вот румяна, я думаю, я либо обойду стороной вовсе, либо совсем немножечко их нанесу. Я использую два вот этих оттенка. Это у меня палетка вообще от H&M, по-моему, и очень даже нравится. Хайлайтер у меня сегодня от Ифраше. Наношу кисточкой. Не очень много я буду наносить. Я не хочу получить какой-то такой грязный эффект, потому что у нас и так довольно-таки яркие глаза. И есть опасность сделать макияж немного грязноватым. Ну и давайте сделаем брови. Брови я укладываю сначала прозрачным гелем, затем прохожусь по ним карандашом и пытаюсь сделать максимально естественную форму. Ну что, я сейчас накрасила свои брови, я смотрю на свои яркие глаза, и что-то у меня сейчас, знаете, возникают сомнения по поводу тех губ, о которых я думала как бы раньше. Дело в том, что я подготовила для нас, для вас, для меня вот такую помаду потрясающего... 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 сливового... да господи, боже мой... сливового цвета. И я теперь думаю, а не будет ли это вообще перебор? Как вы считаете? Пожалуйста, ответьте мне здесь в вопросе. С одной стороны, можно попробовать, и если нет, всегда стереть. И для вас это будет как бы уроком, что на Новый год, даже на Новый год, делать такие яркие акценты и на глазах, и на губах не надо. Но... а вдруг это будет круто? Опять же, это матовая помада, она не дает никакого блеска, она не дает никакой грязи, так сказать, макияжу, поэтому, возможно, будет красиво. Тем более, цвет безумно классный, безумно зимний. Я сейчас приложу вот так губам. Хочется так сделать? У меня руки чешутся, чтобы так сделать. Короче говоря, давайте так, для нежных персон мы оставим вот такой мейкап с нюдовыми губами. Можно добавить блеска, можно добавить просто нюдовую помаду. У меня вот просто губы, можно оставить губы. И, в принципе, уже так, я считаю, это замечательный, красивый, вечерний макияж с акцентом на глаза. Мне кажется, все будут тонуть в ваших глазках, когда вы будете моргать. А для любителей поэкспериментировать, для любителей поярче, да и, в принципе, мне реально интересно посмотреть. Я сейчас нанесу все-таки эту помаду, и мы посмотрим с вами. Ну, вообще, почему я ее еще взяла? Потому что зеленый безумно круто сочетается с фиолетовым. Они на цветовой гамме, знаете, цветовом спектре круга вот этого находятся прямо напротив друг друга. Это нереальное сочетание. Это стойкая матовая помада от MAC. Она очень красиво сочетается с зеленым, боже мой, изумрудным этим цветом. Ну, в общем, для тех, кто не очень любит прям супер яркие акценты, тем более несколько ярких акцентов у себя в макияже, можно оставить губы нюдовые, можно оставить губы с блеском. Ну, а мне безумно понравился этот вариант. Мне кажется, он очень праздничный, очень такой яркий. И когда, как не на Новый год? Вот эта помада, вот этот цвет безумно круто подчеркивает белизну зубов. Ну что, красотки, очень надеюсь, что вам это видео понравилось, что макияж был полезен. Возможно, вы полностью захотите повторить идею, тогда обязательно выставляйте фотографии в Инстаграм. Отмечайте меня, я буду ставить лайк на эти фотографии. Ну, а я вас поздравляю с наступающим Новым годом, 2019-м. Обалдеть, это год свиньи. Зову вас в свой Инстаграм, потому что там я пеку вместе с вами имбирное печенье, делюсь офигенным просто рецептом, тем, как я буду украшать глазурью это печенье. Поэтому переходите обязательно туда и желаю вам быть в новогоднюю ночь самыми красивыми. Напишите обязательно в комментариях, выбрали ли себе уже платье, прическу, макияж, с кем будете праздновать. В общем, делитесь. Я также напишу и закреплю этот комментарий. Ну все, я вас очень сильно люблю и улыбайтесь чаще, красотки. Пока!